Так, друзья, покидаем ресторанчик, где есть русское меню. Здесь, в общем-то, на этом острове Тенерифа почти везде есть в ресторанах русское меню. И едем дальше. Я так понимаю, что наше сегодняшнее экскурсионное приключение закончилось. Но, к сожалению, на гору попасть не смогли, потому что сильный ветер. Но очень много прекрасных, красивых мест все-таки увидели. Куда нас сейчас привезут, не знаю. Будем ехать пока вперед, не любоваться островом. Мастерские какие-то. Знаете, я заметил, что здесь очень много автомастерских у них на этих Канарах. У нас в одной нашей только деревне, вообще в нашей деревне, у меня одно ощущение, что там кроме этих автомастерских никого больше и нет. Деревня, единственное, что там работает, это два бара. И около семи, восьми вот этих вот ремонт автомобилей работают. Вот такая своеобразная деревушка у нас. Кто-то решил музончик у нас тут послушать. Не выдержал душа поэта. Да, шофер. А, это шофера, да? Ага. Давно надо было ему его поставить, а то он еще... Я думал, это кто-то... Я думал, это частное лицо. Это, оказывается, наш шофер. А, он уже все, типа, экскурсия закончилась. Теперь я наконец-то побуду самим собой, думаю, не буду. Строите себя так. Дон Хосе наш везет. Ну что, я думаю, можно уже потихоньку будет вообще переезжать на дугой остров. Да? По большому счету, конечно, было бы хорошо на эту гору сходить пешком. Но, с другой стороны, ничего на нее ходить. Мы ее и так увидели, все нормально. Одно дело, если была бы реальная мечта на этой горе побывать, то другой вопрос, конечно, был бы принципиальный. А так все понятно с ней, все с ней ясно. Вот остальные достопримечательности тоже тут все увидели, все посмотрели. То, что можно было засняли, и что не засняли, сохранили в голове, в мыслях, в чувствах, в созерцаниях. Поэтому, я думаю, друзья, на днях пока еще точно не буду говорить. Скорее всего, уже будем покидать этот остров Тен-Нерифе и двигаться дальше на какой-нибудь соседний еще один остров. По большому счету, там осталось... Слушай, сколько остров осталось-то? Где бы не были еще? Да. Это какие? На Пальму и Лениэр. Да, это Лениэр, это что там? Там, как бы, ничего. Там вообще маленький. Там уже как гомера приблизительно. А, то есть он небольшой, получается. В общем, два острова у нас осталось. Здесь на один остров можно вообще не ехать. Чисто так, для того, что побывал, можно сказать, можно заглянуть. Вот второй остров надо обязательно посетить, потому что он большой. Ля Пальма. Это им очень интересно. Я там думаю, будет на этом островочке посмотреть, что к чему. Ну, общая картина этих островов, в общем-то, ясна. Конечно, у каждого острова есть своя прелесть, свои бусы, свои минусы, свои достопримечательности. Но, в общем-то, все понятно. Но, по-любому, такая маленькая вещь, друзья, пока я сюда не приехал, у меня раньше было представление, вот Канарские острова, Канарские острова. Но только приехав сюда, я по-настоящему понял, что такое эти Канарские острова. Ну, как понял, естественно, всего изучить, везде побывать, все посмотреть, это не получится. Это надо очень долго времени. Но вот эти несколько месяцев, которые мы тут уже находимся, как бы уже более-менее, чуть-чуть, можно сказать, прожил эту Канарскую жизнь и уже лучше понимать, что здесь и к чему. И представление, конечно, совсем теперь другое, чем было до того, как прибыть сюда. Ну, как, в общем-то, и во всех местах так происходит. Пока не приедешь, сам не увидишь все вот эти картинки, все, которые тебе до этого показывали по телевизору разные, эти программы разные, там, не знаю, журналы тоже. То есть, все это, да, все, в принципе, так-то оно и есть, конечно, потому что те же достопримечательности, но когда сам не прочувствуешь или ближе как-то не соприкоснешься со всеми этим, все равно это не то. Какая вот жизнь. Интересно то, что недавно ожидалось еще один остров на Канарских островах, то есть вот эти острова, которые тут есть, они все появились из лавы. То есть, вулкан или даже, как его назвать, в общем, вулкан, если так сказать, из-под воды, из океана, который пошел, он образовал эти острова. Я просто, ну, можете представить себе, насколько это был большой вулкан, насколько это все, какой это имело размеры. Так вот, сейчас недавно ученые предполагали, что появится еще один такой же остров, благодаря еще этому вулкану, который должен был извергнуться. Но этого не произошло. Все замерло, все затихло, все вот эти волнения прекратились, и очередного нового острова на Канарских островах не получилось, не появился. Вот, возможно, в будущем он появится, кто его знает. Всевышнему это известно, мы этого не знаем. Возможно, и не появится. Но вот такие вот удивительные вещи в мире происходят. Самое, конечно, я думаю, удивительное было бы тому, кто первый бы этот остров бы открыл, то есть первый человек, который бы ступил на этот остров. Представляете, вот сейчас, допустим, в наше время, 21 век, извергается вулкан, появляется новый остров, он высыхает, все там замирает, все становится нормальным. И вот первый человек туда прибывает. Естественно, этот человек был бы из какой-то команды, ну, не спасателей, спасателей там, в принципе, некого, а какие-то, не знаю, работники какие-то, или, то есть, какая-то служба. Вот, это было бы не просто там путешествие к морякам, потому что, в принципе, сейчас уже все открыто, все земли открыты. Куда ни поедешь, человеческая нога уже везде ступала. Вот, такие вот интересные вещи могли бы происходить, пока они только происходят в наших фантазиях и в фантазиях разных ученых, которые своей версией уносят массы. Здесь вот. Попьем водичку, уже вечер потихоньку наступает. По большому счету, эта экскурсия практически весь день занимается, потому что вот утром в 7-8 выходишь, и иногда даже было в 6, один раз было такое. Вот, приходится вставать в 5 часов утра, вот, и потом приезжаешь пока туда-сюда, эти автобусы, пересадки, засадки. Вот, и так уже, вот, мы сейчас уже как бы закончили, но еще надо доехать, то есть мы еще минимум, я так думаю, час пойдет, пока доберемся до дома, если так можно перезидеться до дома. До дома, но не нашего, так как бы, вернее, или временно нашего. Утром вставать, должен признаться, друзья, это сложновато. Очень это сложновато, и особенно, ладно, это не так сложновато, когда тебя, вот, ты утром встаешь, и тебя что-то ждет. Ты вот знаешь, допустим, там, ну, не знаю, даже экскурсия, к примеру, я говорю. Ты знаешь, что сейчас ты поедешь на какую-то экскурсию, тебя ждут какие-то виды, какие-то впечатления, что-то новое, интересное, оригинальное, которого вчера не было. Представляете, если надо вставать утром на работу, и прям идти на ту работу, на которой ты уже вчера был, позавчера был, неделю назад был, месяц назад был, год назад был, два года назад был. То есть ты уже все там, посконально вдоль и поперек все знаешь. Естественно, это очень напряженно, очень напряженно, ты встаешь, можно сказать, ну, я, по правде говоря, столько так не вставал в таком положении, но мне жалко очень людей, которые вынуждены вот так вставать, потому что это мучение. На самом деле это реальная какая-то каторка, я бы так сказал. Каждый день вставать для того, чтобы делать одни и те же. Еще ладно, если бы эти движения были любимыми, то есть если они тебе нравятся, там, если ты от этого получаешь удовольствие, еще какие-то вещи, это один вопрос. А когда ты идешь на эту, должен, точнее, вынужден, если еще правильно говорить, идти на эту работу, вот, и находиться там целый день, и потом вечером возвращаться, это, конечно, ужасно. Ну, еще такую одну маленькую вещь я заметил, тоже такое наблюдение сделал, так как общаюсь с большим количеством людей в этом путешествии, заметил такую маленькую вещь, что люди, по большому счету, они, как сказать, нестатные. То есть вот даже человека, если, допустим, возьмем какой-нибудь пример, пример я такой приведу, возьмем человека, который работает, 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 вот, ты ему говоришь, вот так и так вот сделай, вот так и так сделай, ты можешь, скажем, так быть, то есть он говорит, что я не хочу, не люблю свою работу, я не хочу свою работу, я ее, можно сказать, даже ненавижу эту свою работу, но я не знаю, что делать. человек говорит, например, ты ему, допустим, говоришь вот так и так сделай, то-то сделай, это сделай, то есть у тебя получится, в любом случае попытаться, стоит. А в конце ты узнаешь, что этот человек, он на самом деле, он не хочет быть этим свободным человеком, то есть он реально этого не хочет, ему нужно, он себя чувствует неуютно, он себя чувствует вот эту свободу, он не знает, что с ней просто делать, он не знает, как жить, как дальше жить, потому что ему нужно обязательно, чтобы им руководили, ему нужно, чтобы ему говорили, во сколько ему вставать, во сколько ему куда идти, во сколько ему возвращаться, и чтобы вот этих свободных времен, свободного времени для себя, лично для себя, чтобы его вообще или не было, или если было, то, ну, не знаю, там, допустим, в год один раз поехать куда-нибудь, взять какой-нибудь тур и там на недельку зависнуть, Вот, чтобы не больше, чтобы человек не начинал думать о чем-то большем. Естественно, такое положение вещей нужно в первую очередь тем, кто хочет управлять людьми. Это само собой естественно. Но удивительно то, что самим людям это как нужно. То есть люди не хотят быть свободными, хотят быть в такой зависимости, находиться. Им удобно, когда ты утром встаешь, у тебя сложилось уже, ты знаешь свой завтрашний день. У тебя есть так называемая стабильность. То есть ты знаешь, что у тебя есть работа, ты ее ненавидишь. Но она у тебя есть, и ты, несмотря на то, что ты ее ненавидишь, ты с нее никогда не уволишься. То есть ты не захочешь оттуда уйти. То есть вот такие вот парадоксальные вещи происходят в мире. По крайней мере, я это наблюдаю, не знаю, может быть, это только в моем мире такое происходит. Ну, то есть, может, только с теми людьми, которых я встречаю. Очень часто я замечаю такие интересные факты. Вот. Хотя на самом деле жить свободными, если у меня спросить, это намного лучше. Конечно, полной свободы, если говорить вообще так о свободе, естественно, так называемая полная свобода, ее, в принципе, я не знаю, она, наверное, существует. Но это надо уже уметь достигать каких-то других миров, каким-то образом, не знаю, это уже другая история. А я имею в виду такую свободу, простую, в плане обычную свободу. Другое дело, когда ты уже достигаешь такую простую свободу, ты уже задумываешься о чем-то более высшем, твой мозг уже не парится о том, как сегодня прокормить себя и как прокормить семью, там, людей, снять квартиру, тоже жить, там, еще что-то. То есть мозг начинает о чем-то более высоком задумываться. Притом это происходит естественным образом. Потому что когда ты постоянно находишься в таком рабском положении, думать о высоком, у тебя просто не хватает времени. Хотя, конечно, есть люди, которые делают это. Лодочка какая-то разместилась, интересно. Вот такие вот интересные вещи. Исходят у нас с правой стороны. Океан лежит. Вон там города наши лежат. Я так понимаю, что мы сейчас туда и подъедем в этот... Сейчас должны нас привезти в Лос-Крастианос и в Лас-Америкас. В эти городочки они вместе лежат. Откуда мы экскурсию эту начинали изначально? Но есть еще такие вещи, как, опять-таки, если про эту свободу говорить... Красивые горы. Вот, допустим, если брать такую простую степень свободы, то есть, ну, назовем ее низменную степень свободы, или такую обычную степень свободы, она, как сказать, если у меня спросить, она заключается в том, что ты просто, не знаю, вот сидишь, утром встал, допустим. Встал, во-первых, во сколько ты хочешь. То есть, если ты хочешь утром вставать, то ты встаешь утром, потому что ты сам это решаешь, потому что тебе это самому нужно, допустим, там, не знаю, спортом заняться, съездить куда-то, с друзьями встретиться, в кино сходить. То есть, ты сам принимаешь решение, когда тебе вставать, а не потому что ты, если не встанешь утром, тебя уволят с работы или, не знаю, что-то случится в этом мире. То есть, чтобы не такие вещи происходили. И также, конечно, свобода, это естественно, когда ты можешь просто взять, открыть интернет или открыть журнал любой туристический, ну, к примеру, и указываешь просто пальцем, смотришь, выбираешь место, ну, грубо говоря, понравилась тебе какая-то картинка. Вы знаете, что картинки в журналах всегда делают очень красивыми, такими романтичными, такими манящими, такими зовущими, скажем так. И вот, допустим, раз тебе понравилась какая-то картинка, ты просто звонишь, заказываешь. Спасибо. Спасибо большое! Всем привет! Спасибо большое! Спасибо большое! Друзья, таки это на шведском спасибо, а на польском таки это да. Ну вот и прям. Да, на русском таки это так, на шведском это спасибо, а на польском... Да, вообще полегло. Целых пять слов выучил, скоро буду общаться. Да, язык надо учить, конечно, в любом случае. Если так, хотя знаешь, что я заметил, конечно, я очень плохо учу язык и очень плохо выучил. Не то, что значит выучил язык, я вообще не знаю, если так говорить, как есть. Но я заметил одну вещь, вот за все время этого путешествия, когда я выезжал, и в данный момент очень-очень большая разница. То есть эти слова, они откладывались, которые сами собой. Естественно, если бы я еще что-то учил бы, что-то запоминал бы, зубрил бы, то была бы уже совсем другая история. Но, к сожалению, пока этого не получается, не знаю, не удается. Хотя ударение в эту сторону надо сделать. Ударение надо в эту сторону сделать обязательно. Но чтобы сделать ударение в одну сторону, надо снять ударение с другой стороны. Поэтому я сейчас думаю, вот это путешествие, друзья, которое у нас в Солнечной Калифорнии продолжается, и которое вы смотрите, сделать его более как-то, скажем так, как бы так правильно выразиться. Одним словом, чуть-чуть поспокойнее двигаться. Придержать коней, вот так вот, вот так будет нормально, придержать коней, да. Потому что, когда ты постоянно у тебя, во-первых, записываешь, все это выкладываешь, к тому же интернет всегда слабый, каждый день меняются страны, города, селы, деревни, люди. И такие вещи, все это в каком-то большом таком хаосе все происходит, что-то понимаешь, что-то не понимаешь, вот, и поэтому не получается что-то делать другое. Вот, сейчас я думаю чуть-чуть придержать коней и буду двигаться потихоньку. Вот, допустим, мы на этих островах слегка, можно сказать, коней придержали. И так же, вот сейчас мы на следующий остров, я так думаю, поедем. Там тоже осядем и как-то постараемся. Ну, естественно, хочешь-то хочешь остров, конечно, мы узнаем. Что в острове творится, мы, конечно, узнаем. Но не будем, как бы, сильно так маневрировать, сильно не будем. То есть не со скоростью это будет происходить. И благодаря этому я постараюсь больше уделить внимание, во-первых, языку, во-вторых, хочу уделить больше внимания вообще общению с вами, потому что у меня практически, у меня очень много вопросов, на самом деле, приходят на разные эти, ну и на сайты, на эти сети социальные, в том же Ютубе, на канале моем Ютубе. То есть приходит очень много вопросов, пожеланий, и у меня не получается на них, не то, что даже отвечать, у меня даже читать не получается. Я фактически не читаю, не смотрю, не вижу я их. У нас стаблица новой. Что там? А, следующий? Остановки. А, остановки. Сейчас мы пока что еще на пол. Ага. Вот, и поэтому я хочу сделать так, чтобы больше у нас, мне хочется как-то больше общения, чтобы было больше каких-то таких тем раскрывалось на моем блоге. Не просто путешествие, вот приехал, вот это выглядит вот так, вот это выглядит вот так. А, какие-то другие темы. И к тому же мне очень хочется начать обучить, скажем так, если так можно выразиться, потому что я сам-то не великий профессор в этом деле, но что-то как-то получается у меня. Вот, обучить как-то зарабатывать в этом интернете. Вот, чтобы это не было именно зарабатывать, чтобы слово зарабатывать не было, а слово раб. Чтобы ты не работал человек, не пахал, как-то таким образом, нормальным образом, чтобы деньги приходили. Дело в том, что мне очень много людей об этом спрашивают, и я очень много людям обещал это показать. Когда ты реально людей встречаешь, естественно, если человеку интересно, я это показываю и объясняю. Но делать это в интернете немного как-то сложнее. Вот, но сейчас, да, Всевышний, я думаю, что тоже буду над этим, в эту сторону направление держать, чтобы мы могли и просто общаться, и по какие-то вопросы вообще жизненные, философские, как-то больше хочется в таком направлении, чего-то такого. И, естественно, вот эта тема, тема денег, потому что, сами понимаете, деньги, они дают какую-то относительную, в каком-то месте относительную свободу они дают. Потому что без денег очень сложно, конечно. Естественно, можно и на улице ночевать, и есть, можно всегда достать. То есть, ситуации не какие-то из ряда выходящих, обычные, скажем так, ситуации, но, естественно, когда у тебя есть деньги, это другой вопрос. Ты можешь вот так вот сесть на ту же экскурсию, поехать, там, не знаю, еще что-то куда-то в ресторан пойти, грубо говоря, еще что-то сделать. То есть, будем эти вопросы поднимать, и будем эти вопросы решать. Что все, там, смотрю, колонны сзади, сзади. Сзади? Да. О, да, да, ага, серьезно. Как будто такой, не знаю, дом театра. Библиотека имени Ленина на этой, на Арбатско-Покровской, да. Не то, что там. Да, да, да. Уже потихоньку наши выходят. В общем, друзья, вот такая вот жетуха на Канарских островах у нас проходит. Поэтому смотрите Анзор ТВ. Обязательно я постараюсь сделать, и всем тем, кому я обещал показать, как получать деньги за интернет, это даст Всевышний, я все-таки это обещание выполнил. Потому что мне, если по правде говорить, мне уже самому это неудобно. Очень давно это людям обещаю, а никак до этого не дойду. И также все вопросы, которые вас интересуют, все темы какие-то вас, которые интересуют, тоже я надеюсь, надеюсь, что буду выходить. Как я уже говорил, я сейчас буду попридерживать коней, направление, ударение делать в эту сторону, чтобы мы с вами как-то очень понимали друг друга. Такие дела, что пока выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечный трех порт.